Разрушенные постройки в одном из дворов Наринмара уже на протяжении нескольких лет серьезно беспокоят жильцов дома по улице Первомайской. Управляющая компания снести их не может. И если собственники объектов не найдутся, то их судьбу решит муниципальный контроль города. С этой проблемой к нам обратился один из жителей. Александра Литкова расскажет подробнее. Эти разрушенные строения на протяжении нескольких лет становятся местом сбора молодежи. Жильцы соседнего дома не на шутку волнуются. Такие встречи ничем хорошим закончиться не могут. Собираются девчонки, парни, пьют, курят, костры, наверное, разжигают. Тут недолго загореться-то всему. Юрий Безумов говорит, что уже не раз обращался в управляющую компанию для того, чтобы строение снесли и вывезли мусор. Впрочем, это не входит в их полномочия. В соответствии с законодательством управляющая компания выполняет определенные виды услуг, перечисленные в постановлении правительства. Снос каких-то зданий, сооружений или еще чего-то, находящегося на земельном участке, вообще в принципе не входит в полномочия управляющей компанией. Люди за это денежные средства не платят и в принципе-то. С учетом норм, действующих норм и жилищного гражданского кодекса, за вот такие вещи отвечают сами собственники. Собственники, как рассказал Юрий Безумов, давно уехали, а квартиры сдали. Ну, раньше-то сарай были нормальные. В них держали все жильцы. А потом вот начали разбирать. Все жильцы там разъехались. У нас в основном сейчас съемные квартиры-то получаются. Стоит отметить, что управляющая компания осенью прошлого года после очередного обращения жильцов все же предпринимала попытку снести строение. При этом на территории не одно строение, а несколько. Теоретически подразумевалось, что мы можем в принципе выполнить эту работу. Но, во-первых, в связи с пандемией мы не смогли получить паспорт на вывоз вот этого строительного мусора. Для его размещения на полигоне нужен соответствующий, естественно, паспорт. Во-вторых, пришла зима. Ну, а в-третьих, при просчете выполнения этих работ выходит достаточно большая сумма. Там реально достаточно большая сумма, которую управляющая компания в принципе... Ну, то есть нам либо за свой счет выполнять, либо, ну, как-то вот... Если бы эта цена вопроса была небольшая, мы бы выполнили. Цена вопроса достаточно большая. Жильцам дома по улице Первомайской остается надеяться, что хозяева разрушенных строений найдутся и сами их снесут. Либо это может сделать отдел муниципального контроля Наринмара. Муниципалитет, в принципе, имеет полное право снести. Или обязательно, вернее, они должны обратиться в суд для того, чтобы получить разрешение на снос. Но в этом случае, в любом случае, муниципалитет будет выставить счет собственникам. То есть собственники в любом случае должны будут заплатить за снос этого строения. Оно незаконное. Оно нигде не зарегистрировано. На сегодняшний день на территории Наринмара находятся более 400 объектов, которые, возможно, являются бесхозяйными. Сюда входит и различный транспорт, и постройки. Рейды по их выявлению проводятся отделом муниципального контроля администрации Наринмара ежедневно. Вообще на территории города действует положение о порядке выявления и сноса самовольно установленных временных объектов, расположенных на территории города. В рамках данного положения отдела муниципального контроля проводятся мероприятия по выявлению таких объектов. Соответственно, размещается объявление и информация размещается на сайте города с целью установления собственника. В случае установления собственника ему выдается предложение о добровольном сносе. Судьбу объектов, хозяева которых не нашлись, рассматривает рабочая группа. Они признаются безхозяйными, оформляются в собственность муниципалитета и подлежат перемещению.